Здарова, пацаны! У нас добавилось немного шума и это ролик практически про Blade Корзину Но обзорчик на Blade Корзину и Blade Сервера будет у нас, наверное, все-таки в следующий раз, потому что к нему нужно хорошенько подготовиться и дать вам наибольший объем информации, который будет только возможным А сейчас мы имеем целых сука, две Blade Корзины Вот так вот А все почему? Потому что каким-то мистическим образом вот эта Blade Корзина, которую мы купили Блядь, мы к ней даже купили запасной дисплейчик, потому что поставщик сказал, что на некоторых корзинах дисплейчик не работает И действительно, когда я включил вот эту Blade Корзину дисплейчик вот этот вот не работал Заработал он после того, как я несколько раз все полностью разобрал и собрал заново И все равно все равно эта Blade Корзина у нас отказалась заводиться Остались у нас две ошибки вот по этим по этим двум слотам блоков питания Осталась у нас ошибка по вот этому второму модулю Virtual Connect Что еще? А, да И ни один сервер не заводился То есть какие-то слоты вообще не отвечают То есть корзины не видят сервера А вот здесь вот нижние слоты были кое-какие активно То есть они работали Я смело хочу заявить, что что-то мне подсказывает что проблема вот в этих разъемах в так называемом Middle Plane То есть Middle Plane это средняя планка это вот эта вот плата куда соединяются все разъемы Я не знаю, вам там что-нибудь видно, не видно Надеюсь, вам что-то там видно Вот в ту плату соединяются все разъемы То есть вот эта плата которая стоит где-то примерно вот тут она в себя подключает и блоки питания и блоки вентиляторов и вот этот вот модуль управления корзиной в который вставляется два модуля управления которые друг друга дублируют и вот эти вот модули Virtual Connect Flex Fabric сетевые коммутаторы грубо говоря которыми мы подключаем наши вот эти вот Blade сервера к сетевым адаптерам на вот этих вот модулях что я могу еще раз сказать я поковырялся говорю в общем запустил ошибки все равно остались я связался с нашим поставщиком оборудования с компанией МВГ они сказали без проблем давай мы тебе пришлем один в один замену и вот сегодня сегодня у нас пятница 5 мая нам привезли точно такую же Blade корзину я все это дело переподключил и она прямо с первого раза завелась сразу видно Blade сервер работает дисплейчик работает все у нас хорошо все блоки питания у нас подключились здесь оба модуля управления активны оба модуля Virtual Connect активны вот зеленая лампочка на них я уже зашел обновил здесь все прошивки и немножечко полазил в настройках посмотрел что как настраивается так как последний раз с Blade корзинами я работал лета так 15-16 назад это было очень давно тогда еще по-моему они были в первой версии в версии A а сейчас у них версия C или я что-то путаю нет V1 V2 V3 вот третья версия сейчас это третья версия которая уже поддерживает ген десятые Blade сервера вот эти вот мини сервера что у нас с питанием купили мы вот такие модули это естественно модули APC сделанные специально для компании Dell под крепеж стоек от Dell ну я думаю мы их адаптируем переделаем вот сюда приклеим прикрутим монтажные монтажные планки и пришлось немножечко переделать вот эту вот вилку с 32 амперной на 16 ампер на один хрен она больше жрать все равно у нас не будет также у нас есть еще точно такая же такой же вот он у нас где-то а вот он он у нас под столом вот здесь но я его пока не стал трогать потому что некуда будет подключить нам вот этот удлинитель и я думаю что мы переделаем просто вилку от вот этого удлинителя на какой-нибудь какой-нибудь разъем C20 вот вот на такой разъем у меня как раз здесь есть вот такой провод отлично на C20 разъем просто переделаем и все на вагах я думаю не будем делать а сделаем на пайке то есть просто запаяем там у нас по-моему хотя там тоже по-моему гибкий кабель короче говоря просто переделаем разъем воткнем вот этот вот C19 чтобы он включался вот в этот C20 либо наоборот я все время путаю чтобы можно было просто его сюда подключить вот потому что все это дело здесь будет куплена стойка точно вот такая же вот 1000 на 600 мы ее поставим в нее смонтируем блейда под блейда еще нужно купить рельсы обязательно рельсы под него надо купить и два источника бесперебойного питания также я планирую купить для него еще дополнительных модулей как я говорил под циску по-моему C20 или C21 но не важно обо всем об этом расскажу в ролике ну а сегодня так немножко коротко скажем так это спойлер к обзору на блейд корзину с вами увидимся в продолжении всем счастливо удачи пока